Привет, друг! Сегодня я покажу тебе 4 упражнения, которые помогут тебе прокачать вертикальный прыжок. Выполнять их можно как в домашних условиях, так и на уличной площадке, абсолютно без разницы. Нам понадобится только собственный вес тела и больше ничего. Два упражнения плеометрические, быстрые, упругие и два упражнения медленные на развитие взрывной силы. Итак, друзья, первое упражнение это прыжки на стопе на месте на двух ногах. По мне это самое лучшее плеометрическое упражнение. Всякие прыжки через барьеры просто рядышком стоят. Прыгаем максимально упруго, как попрыгунчик. Корпус держим всегда строго вертикально и на пятки не переходим. Колени сгибаются чуть-чуть для амортизации. Второе упражнение это двойной вертикальный прыжок с места. Первый прыжок у нас легонький, буквально на 50-60% от максимума. После приземления наши мышцы и сухожилия аккумулируют энергию. И затем уже во втором, в мощном прыжке мы ее реализуем. Третье упражнение это обычный вертикальный прыжок с места. Ну и четвертое упражнение это вертикальный прыжок с места, только с паузой в нижней точке. В этом движении мы развиваем исключительно нашу взрывную силу. В первом упражнении выполняем 10 повторений, 4-6 рабочих подходов, активный отдых между подходами, 2 минуты. А второе, третье и четвертое упражнения выполняем по 3 повторения в подходе, пауза между повторениями 5 секунд, от 6 до 10 рабочих подходов с активным отдыхом, 1 минута. И хочу вам еще сказать, друзья, эти упражнения как самостоятельные не будут работать на увеличение вашего вертикального прыжка, пока вы не будете прыгать вашим основным стилем. Если вы просто выполняете различные прыжковые упражнения и не совершаете свой основной соревновательный прыжок, он у вас не будет расти. Ну, либо будет расти совсем на чуть-чуть. Поэтому все эти упражнения применяйте только в связке со своим основным прыжком, будь то с двух ног или с одной ноги. Эти упражнения подсобные, они дополняют основную работу, развивают необходимые нервно-мышечные качества. На одной тренировке эти упражнения можно компоновать по-разному, чередовать их друг с другом, выполнять различные связки. Если вам интересно, как это сделать грамотно и максимально безопасно, дайте мне знать в комментариях. А на этом все, друзья. Любите то, что вы делаете. Тренируйтесь грамотно и тренируйтесь в удовольствие. Продолжение следует...